Отношениями турков с женщинами из постсоветского пространства сейчас уже никого не удивит. Немалое количество межнациональных браков заключалось, и далеко не многие из них оказывались удачными. Нужно сразу понимать, что такие отношения строятся в основном в курортных городах на побережье Средиземного моря и в крупных городах западной части страны. И некоторые турецкие мужчины действительно влюбляются в женщины другой национальности и культуры. И здесь УЗА может оказаться не обязательно славянка, потому что любовь, она такая, возникает между мужчиной и женщиной, вне зависимости от национальности и культуры. Но большинство же турецких мужчин настойчиво ищут именно славянскую жену. А вот почему у них такое стремление, сегодня поговорим в нашем видео. Вы на канале Турки Спейс. Я Олеся. Я Владимир. Погнали. Разберемся. Возможно, некоторым женщинам это поможет не попасть в сети обмана и уберечь свои чувства. Первая черта, которую отмечают турки в славянках, в отличие от турчанок, а сравнивают они именно с ними, это нетребовательность. Турчанки меркантильные. Подавляющая масса браков строятся именно на финансовой подоплеке. Брак без любви, но зато с финансово обеспеченным мужчиной для турчанки это норм. Они не готовы жить от зарплаты до зарплаты, ходить на работу, если не хочется, жить с родителями, им сразу подавать квартиру, машину. И это мы не говорим сейчас обо всех абсолютно турчанках. Конечно, они бывают абсолютно разные. Мы говорим просто о большинстве, которое преобладает в виде женского турецкого менталитета. Славянская же женщина, в отличие от турок, больше привыкла ориентироваться на свои чувства. И если влюбляется, то отдается чувствам полностью. И она ничего не требует, а радуется и наслаждается совместного времяпрепровождения. Есть, конечно, и определенный стресс барышень, которые охотницы. Но и в этом случае они в большинстве случаев стараются быть противоположностью меркантильным турецким женщинам. Но это уже стратегия. Второе отличие, которое привлекает турецких мужчин, это более легкий нрав славянских женщин, не обремененный общественными и религиозными нормами. За турчанками необходимо ухаживать месяцами, посыпать их всевозможными подарками, чтобы хотя бы взяться за ручки. А от секса до брака и надеяться бесполезно. Это связано не с тем, что турецкие женщины такие прям все благонравные, а с общественными нормами и религиозной подоплекой. Даже если турецкая женщина и допускает близость с мужчиной до брака, но позволить она себе это никак не может, так как ее отсудит и семья, и общество. Мы сейчас говорим, опять же, о подавляющем большинстве турецких барышей. Хоть, конечно, и бывают случаи, когда турчанка не ориентируется в этом плане на общественную мораль, а ведет себя, как считает нужно. Но это редкое явление. А славянские женщины в этом плане независимы от общественного мнения и не находятся под влиянием религии. Поэтому, если славянка влюбилась, то близость может случиться в первую неделю. А если уж страсть обуяла, то даже на первое свидание. И такая легкость касается не только близости, но и остальных аспектов. Например, прийти в гости к своему возлюбленному за свой счет, проживать вместе годами без штампов в паспорте. Или, например, сменить гардероб по просьбе возлюбленного. И даже сменить религию, если возлюбленному это так важно. И мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо, а говорим, что это привлекает турецких мужчин, славянских женщин. Вот такая вот легкость без заморочек. Следующий аспект это удобность. Славянская женщина, если влюблена, готова, если не на все, то на многое ради своего возлюбленного. Окружит его максимальной заботой. И турецкие блюда научится готовить. И квартиру будет драйвить хоть каждый день. И чай на подносике в постель приносить. Еще и часть мужских обязанностей на себя возьмет. Еще и на работу будет ходить и деньги в дом приносить. Удобно, не правда ли? Турецкая же женщина либо ходит на работу, но тогда дома у нее добработница. Либо, если она домохозяйка, то у нее о такой работе речь идти не может. И плюс ко всему прочему, славянская женщина для глаза турецкого мужчины очень красивая и привлекательная. Ну, это уже такой аспект, знаете, допустим, для многих славянских мужчин привлекательный латиноамериканец. Ну, просто, типа, свой самовор уже не интересен. Славянские женщины любительницы за собой ухаживать. Крема, косметологи, ресницы, ногти, волосы. Что бесспорно добавляет эффектности славянам. Турецкие же женщины к уходу за собой относятся гораздо проще. И вот уже турецкий мужчина не тот, бегающий на задних лапках, вокруг турчанки жилым в надежде на проявление заботы к нему. А настоящий султан, вокруг которого порхает эффектная бабочка, готовая на все. И да, к этому турке быстро привлекает к такому удобству в лице женщины. И нельзя назвать такое поведение у женщин стран СМГ нормальным. Но оно легко объяснимо, которое идет с самого детства. И исходит из манеры воспитания девочек. Турчанка, какая бы она ни была, с самого детства в семье настоящий цветок. О котором все без исключения должны заводиться. В том числе и братья обязаны хранять сестричку абсолютно в любой ситуации. В травмах же СМГ девочку с самого малолетства учат быть удобной. Что она должна и дом в чистоте держать, и в холодильник полном. Приходу уставшей мамы и папы ужин приготовить, а потом уже своего мужа. А еще и на работу ходить, и в профессии развиваться, и за детьми успевая присматривать. Ну и так далее. Ничем неудобств. Очень удобная жена. Плюс сказывается и демографическая ситуация, которой в Турции не наблюдается. В странах СНГ вечный недостаток мужчин. И женщины, как на поле боя, сражаются за свободные и несвободные сердца. И нередко соревнуются, кто лучше хозяйка, любовница, кто больше зарабатывает и больше добился на профессиональном поприще. Прям не женщина, а супер-женщина. У турчанок же нет такого менталитета. Каждая из них изначально уже себя считает самой красивой и лучшей. За сердце которой нужно побороться. И чем дольше и дороже, тем лучше. Следующая черта, которая привлекает турецких мужчин, это романтичность. Наши женщины очень романтичны и готовы сами создавать эту романтику в отношениях. А особенно, если мужчина периодически организовывает им красивые свидания с букетами цветов. То в долгу одни точно не останутся. И неожиданно ужин при свечах организуют и нарядятся в сексуальную одежду. Как в кино. И такую романтичную ночь устроят. А еще просто так дорогой подарок вручат. Просто потому, что так захотелось. Турчанки же прагматичны и принимают свидания за обязанность своего мужчины. Потому что он должен постоянно ее завоевывать. И следующий момент это незащищенность. За спиной турецкой женщины всегда стоит целое полчища родственников. Мамы, папы, братья, тети, дяди, кузены. Кого там вообще только нет. Которые всегда будут наблюдать за тем, как там их золото сочувствует себя в семье. Не переработала ли. Всем ли обеспечена. И плюс ко всему прочему считает своим долгом активно эксплуатировать муженька своего чада по разным вопросам. Попросить помочь что-то сделать в квартире. Отвезти куда-нибудь, чтобы не трястись в автоусе. Заехать в магазин, раз мимо проезжаем. И купить по списку то-то и сё-то. Ну и так далее. И турок не может отказать. Ведь это уже его семья. И это считается нормальным. Так наш турецкий товарищ в те новогодние праздники делал ремонт. Не у себя, дополнил. И дочку развозил от одних друзей к другому прям в 31-го ночь. Тогда, как женщины стран СНГ, часто защитить и в родной стране-то некому. А за границей и тем более. Нет вот у них и вот этой вот толпы родственников за спиной, которые готовы постоять за тебя в любой ситуации. В странах СНГ же наоборот. Часто происходит совершенно наоборот. Выдали замуж и выдохнули. Так сказать, переложили ответственность на мужа. И живите там, как хотите. Учитесь семейным отношениям. Таким вы учились. И в таких вот отношениях с женщиной из стран СНГ турок чувствует себя совсем волеводно. Просто представьте, какой-то кайф. Никаких родственников, которые будут его контролировать. Что-то просить. Ни перед кем отчитываться не надо. Ну разве это не жизнь? А особенно если твой друг-товарищ каждый день в мыле углаждает то жене, то ее семье. А ты весь такой на расслабоне, с работы домой, а там тебя уже нарядная женщина с вкусной едой при свечах и романтичной ночью ждет. И такие вот браки долго не живут. Так как гармоничной семьей такую семью назвать сложно. Выгорание женщины всегда наступает рано или поздно. И семья распадается. А турок начинает искать новую такую же удобную жену. И именно вот из-за таких вот качеств иностранок из стран СНГ турчанки их и не любят. По понятной причине. Так как они никогда не пожертвуют своим комфортом ради мужчины. Турчанки. И такая конкуренция им совсем не нужна. Они считают, что иностранки расхолаживают турецких мужчин, которые всегда должны находиться в тонусе. Исходя из вышесказанного, наш совет женщинам – отстаивайте свои границы, цените себя и берите пример турецких женщин. Не во всем, конечно, но некоторые черты вам точно пригодятся. Так как удобная женщина очень быстро из любимой превращается в служанку. И это не только с турецкими мужчинами. Кстати. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, нажмите колокольчик, поставьте лайк. Письма, вопросы, предложения пишите под видео в комментариях или на почту, также указанную под видео. Также под видео есть сайт, куда вы можете обратиться за помощью в аренде квартиры. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.